Здравствуйте! Эфир телеканала «Россия» продолжит программу «Вести. Утро. Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Правительство страны выделит медикам, переехавшим в село, 3,2 млрд рублей. Деньги пойдут на выплату единовременных компенсаций. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кабмина. Средства поступят через Фонд обязательного медицинского страхования. Столько же выделят регионы на условиях софинансирования. Это позволит дополнительно трудоустроить в будущем году 6400 врачей. Компенсацию в 1 млн рублей получат специалисты с высшим образованием в возрасте до 45 лет, решившие работать в сельской местности. Напомню, ранее в программе «Земский доктор» могли участвовать только медики до 35 лет с начала реализации программы в сельской амбулатории и больнице Кабардино-Балкарии трудоустроились 136 специалистов. Для школьников 9-х и 11-х классов, которые находятся на длительном лечении в медучреждениях, будет организован особый режим сдачи предстоящего единого госэкзамена, сообщает Пресс-служба Рособорнадзора. Условия для проведения итоговой аттестации должны быть созданы непосредственно в клиниках, а при необходимости даже в палатах. Ранее такие выпускники могли сдать ЕГЭ только по месту проживания. Это становилось проблемой, если ученик лечился в другом регионе. Отмечу, что такая практика была уже опробована в России минувшим летом. В Нальчике проходит акция «Патруль безопасности», организованная Республиканской госавтоинспекцией. Флешмоб «Засветись» прошел на площади Абхазии. Чтобы акция получилась запоминающейся, инспекторы оделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Юным участникам дорожного движения они раздавали светоотражающие очки, браслеты и другие опознавательные знаки, которые делают пешеходов более заметными на автодороге. После столицы республики Дед Мороза и Снегурочка и так называемый наш патруль безопасности посетит все районные центры Кабардино-Балкарии. Он расскажет детям о безопасном поведении на дорогах. Акция продлится до 29 декабря. В ее рамках также запланировано посещение Нальчикских школ. Сегодня в Национальном музее открывается выставка-ярмарка репродукций картин выдающихся художников мира, информирует пресс-служба Республиканского Минкульта. Это проект Республиканского центра народных художественных промыслов и ремесел. В экспозиции будут представлены копии полотен, хранящихся в Британском музее, Парижском лувре, Мадридском прадо, Эрмитаже и Третьяковской галереи. Всего более 120 работ. Около 10 тысяч туристов посетили при Эльбрусе с момента открытия нынешнего горнолыжного сезона, сообщает Рия Кабардино-Балкария. Напомню, в этом году он начался раньше обычного, 7 декабря. Среди горнолыжников и сноубордистов жители Москвы, Саратова, Ростовской, Волгоградской и Московской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, а также регионов Северного Кавказа. На участке Азау-Кругозор сейчас лежит искусственный снег, а вот на трассе Кругозор Мир – покрытие естественное. В Нальчике прошел открытый республиканский юношеский турнир по греко-римской борьбе. Посвятили его памяти мастера спорта СССР Арсена Жамгуразова. Участвовали 230 спортсменов из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Большинство из них делают первые шаги в борцовской карьере. 12 весовых категорий, начиная с 22 килограмма и свыше 50 килограммов. Это самые юные борцы, которые у нас есть. Десятилетние, одиннадцатилетние, даже есть и девятилетние мальчики. Победители определили в личном зачете. Помимо финальных схваток провели и так называемые утешительные поединки за третье место. Разыграны также специальные призы за лучшую технику, за волю к победе, за самый красивый бросок. К этому часу у меня все. До встречи в следующем. Здравствуйте. Эфир телеканала «Россия» продолжит программу «Вести. Утро. Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Правительство страны выделит медикам, переехавшим в село, 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Деньги пойдут на выплату единовременных компенсаций. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Кабмина. Средства поступят через Фонд обязательного медицинского страхования. Столько же выделят регионы на условиях софинансирования. Это позволит дополнительно трудоустроить в будущем году 6400 врачей. Компенсацию в 1 миллион рублей получат специалисты с высшим образованием в возрасте до 45 лет, решившие работать в сельской местности. Напомню, ранее в программе «Земский доктор» могли участвовать только медики до 35 лет. С начала реализации программы в сельской амбулатории и больнице Кабардино-Балкарии трудоустроились 136 специалистов. Для школьников 9-х и 11-х классов, которые находятся на длительном лечении в медучреждениях, будет организован особый режим сдачи предстоящего единого госэкзамена, сообщает Пресс-служба Рособорнадзора. Условия для проведения итоговой аттестации должны быть созданы непосредственно в клиниках, а при необходимости даже в палатах. Ранее такие выпускники могли сдать ЕГЭ только по месту проживания. Это становилось проблемой, если ученик лечился в другом регионе. Отмечу, что такая практика была уже опробована в России минувшим летом. В Нальчике проходит акция «Патруль безопасности», организованная Республиканской госавтоинспекцией. Флэш-моб «Засветись» прошел на площади Абхазии. Чтобы акция получилась запоминающейся, инспекторы оделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Юным участникам дорожного движения они раздавали светоотражающие очки, браслеты и другие опознавательные знаки, которые делают пешеходов более заметными на автодороге. После столицы республики Дед Мороза и Снегурочка и так называемый наш патруль безопасности посетит все районные центры Кабардино-Балкарии. Он расскажет детям о безопасном поведении на дорогах. Акция продлится до 29 декабря. В ее рамках также запланировано посещение нальчикских школ. Сегодня в Национальном музее открывается выставка-ярмарка репродукций картин выдающихся художников мира, информирует пресс-служба Республиканского Минкульта. Это проект Республиканского центра народных художественных промыслов и ремесел. В экспозиции будут представлены копии полотен, хранящихся в Британском музее, Парижском лувре, Мадридском прадо, Эрмитаже и Третьяковской галереи. Всего более 120 работ. Около 10 тысяч туристов посетили при Эльбрусе с момента открытия нынешнего горнолыжного сезона, сообщает река Бордино-Балкария. Напомню, в этом году он начался раньше обычного, 7 декабря. Среди горнолыжников и сноубордистов жители Москвы, Саратова, Ростовской, Волгоградской и Московской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, а также регионов Северного Кавказа. На участке Азау-Кругозор сейчас лежит искусственный снег, а вот на трассе Кругозор-Мир – покрытие естественное. В Нальчике прошел открытый республиканский юношеский турнир по греко-римской борьбе. Посвятили его памяти мастера спорта СССР Арсена Жамгуразова. Участвовали 230 спортсменов из Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Большинство из них делают первые шаги в борцовской карьере. 12 весовых категорий, начиная с 22 килограмма и свыше 50 килограммов. Это самые юные борцы, которые у нас есть. Десятилетние, одиннадцатилетние, даже есть и девятилетние мальчики. Победителей определили в личном зачете. Помимо финальных схваток провели и так называемые утешительные поединки за третье место. Разыграны также специальные призы за лучшую технику, за волю к победе, за самый красивый бросок. Это была последняя информация о выпуске. На этом я прощаюсь. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова